здравствуйте мои дорогие красавицы я рада приветствовать вас на своем канале таро солнце давайте сегодня посмотрим расклад на тему его честное признание для вас в чем хочет признаться душа мужчины посмотрим все что у него находится в середине чтобы он рассказал то о чем он вам в реальной жизни никогда не сказал посмотрим его честное признание карты паров не проведешь они четко знают и покажет то что есть на самом деле в глубине его души мысли это разговор не с его разумом разговор с его душой сейчас мы посмотрим что нам скажут карты покажет пожалуйста загадывайте своего мужчину называйте его имя дату рождения если вы знаете представьте какой он у вас представьте его глаза как он смотрит на вас если вы никогда не виделись то посмотрите на его фотографию а а если виделись то вспомните ощущение которое вы испытываете рядом с ним что вы чувствуете самые такие горячие самые такие жуанные самые незабываемые ощущения если вы не виделись никогда вспомните свои ощущения когда вы с ним переписываетесь перезваниваетесь вот когда аж дрожит душа я уже в потоке у меня уже просто начинает заплетаться язык так представляем себя отходим от всех проблем вопросов от всех жизненных ситуаций на данный момент вот вы вдвоем представьте что вы находитесь вдвоем кому больше легче представить что вы находитесь в помещении вдвоем кто-то представит что он находится на улице в парке на воздухе на природе вдвоем кому как легче войти в поток когда мы будем с вами в одном потоке вы больше информации услышите для себя в любом случае если вы здесь на этом раскладе значит эта информация предназначена для вас и вы сами ощутите и почувствуете где она ваша мне очень важна ваша поддержка благодарю вас за сердечки за лайки своими сообщениями вы доказываете друг другу не показываете то что эти расклады резонируют с вами с вашими жизненными ситуациями и здесь всегда будет ответ на ваш вопрос задайте мысль на вопрос я постараюсь чтобы в этом раскладе вы получили на него ответ если ответа не будет четкого в этом раскладе вы можете получить ответ через сны предчувствие знаки судьбы что такое знаки судьбы это то что мы получаем от вселенной в нашем обыденном дне то есть вы можете услышать например слово или вы можете услышать имя вашего человека и призыв к какому-то действию например это почему-то идет информация такая или реклама или баннер какой-то где вы можете просто прочесть ответ на свой вопрос у кого-то точно так будет потому что я это прям вижу сейчас кто-то получит ответ на свой вопрос и таким способом так что ну что я растворяюсь в солнечном свете через меня будет с вами говорить вселенная а я буду вам передавать информацию его честное признание для вас для того чтобы вы поняли что этот расклад для вас давайте посмотрим кто к нам пришел какой мужчина и какая вы и ситуацию между вами какой мужчина пришел какой мужчина сосредоточьтесь на своем мужчине подумайте вспомните его ощутите это чувство внутри которое у вас возникает рядом с ним или при мысли о нем вы знаете о чем я говорю вы четко знаете что вы чувствуете какая вы представьте себя подумайте себе назовите своими и что сейчас между вами сегодня будет какой-то необычный расклад потому что у меня просто дрожит все в середине я чувствую какой-то трепет вот трепет чувствую сейчас мы увидим и поймем чей это трепет ваш или вашего мужчины смотрим какой пришел мужчина странник мужчина особенный мужчина со звездочкой во лбу мужчина который знаете он один состоит из двух разных полярностей этот мужчина ощущает себя по одному а показывает мир себя иначе мужчина который обладает какими-то сверх ощущениями которые просто уносит его в какую-то другую реальность он знает об этом но он внешне этого не показывает и людям об этом не говорит мужчина который понимает что его может просто знаете как он плачет и плачет знаете какая сторона вот это вот чувственная сторона которая не та которая показывается людям его внутренний мир его внутренняя сторона его внутренние ощущения через которые он может просто уноситься как в другую реальность, вот эта сторона плачет у него. Он светлый там. А дороже он холодный. Никто никогда не узнает, как он чувствует себя на самом деле, потому что он своим холодом не показывает никаких проявлений своей чувственной этой глубокой стороны. Она у него тёплая, там он может и поплакать. Он не обязательно может плакать слезами, он может плакать душой. Он плачет душой. Какой ещё мужчина? Особенный такой, девчонки. Сегодня особенного привели мужчину, не такого, как все, который видит больше, чем видят другие. И он знает это. Хотя он, и опять же подтверждение, хотя он внешне выглядит, как все, но он видит больше, яснее, он видит, он выше, чем другие. Он выше в своих мировоззрениях и взглядах. Он слушает музыку, которую понимают не все. Но эта музыка, через музыку поёт его душа. Через музыку он воспринимает то, что он видит, больше, глубже, чувственнее. Эта музыка пронизывает его просто через всё тело. Он сливается с ней, и он сливается с тем, что он видит. Знаете, что он видит? Он очень чувственный. Вот эта музыка у меня аж уши закладывает. Значит, всё, мы в потоке, мы на месте. Это музыка, которая льётся, которая открывает ему ещё больше тот внутренний глубокий мир, который, возможно, увидит только ему, который не подвластен взгляду другим людям, которые даже не знают об этом мире. Этот мир чувственный, этот мир волшебный, он яркий, он светлый, он другой. И этот мир видит ваш мужчина. Он просто играет на этой музыке своей души. Какая вы, такой глубокий мужчина, девчонки, прямо. Какая-то у меня, знаете, аж тяжесть в грудной клетке. Посмотрим, что-то, что-то с ним. Какая вы? А вы очень резкая. Знаешь как, не подходи ко мне, то запущу тебя этим просто огнём, и он причём к тебе вернётся. Вы очень решительно настроены. Вы говорите так. Кто сделал мне зло, кто меня обидел, кто причинил мне боль, к тому это всё вернётся с десятикратной силой. Вы просто отпускаете этот бумеранг, бросаете всё это накопленное, от себя. Вы решительное. Вы в полёте. У вас волосы разлетаются просто по ветру. У вас разлетаются по ветру волосы. Может быть, вы в недавнем времени находились, или будете находиться где-то на улице, или где-то. Может быть, вы в парикмахерской, вам волосы сушат феном, у вас волосы разлетаются, как по ветру, или же это на улице, у вас ветрено, вы идёте, и вот я прям вижу, как у вас волосы разлетаются по ветру. Это закон Вселенной, знаете, во Вселенной нету сегодня, завтра, вчера. То есть это два дня назад, сейчас, или через два дня. Вот волосы по ветру, и вы прям вспомните мои слова, если это было, если будет, прям в память всплывёт это. Волосы по ветру развиваются. Такая вы. Ух. Ух. Да, я серьёзно говорю. Вы просто приняли решение, и вы знаете, что больше вот не подходи ко мне, я обиделась. Запущу в тебя, и вернётся оно к тебе с десятикратной силой. Вы чётко решили для себя, вы чётко поставили правило, как с вами можно, как с вами нельзя, как к вам можно, как к вам нельзя. И вот так, дорогой, на входе просто. Если ты согласен, заходи. Не согласен, получай. Вот такие вы, девчонки. Ух. А он весь вот в этих чувствах, глубоких познаниях, самопознаниях, а вы уже всё, я уже больше не играю. Вот такая вот вы. Чётко поставлено видение правила, розовые очки давным-давно сняты, вот такая вы. Ясно, чётко видящая ситуацию, понимающая, что происходит, и больше не позволяющая себя никаким образом обидеть, ущемить, или как-то повести с вами так, как вам не подходит. То есть у вас есть чёткое видение, как с вами можно, как с вами нельзя. Так, что между вами с мужчиной? А вы вместе с ним. Вы вместе с ним на ментале. Рыбка, это ментальные ощущения, чувства. Вы с ним вместе, даже если вы на расстоянии, даже если вы не рядом, даже если вы видите столько через интернет, или вообще даже не общаетесь, вы на самом деле с ним просто в одной лодке с девчонки плывёте. Вы с ним рядом всегда. Причём он ваше отношение медленно, но уверенно продвигает, а вы не видите этого всего. Вы вообще смотрите вперёд, вы даже не знаете, что вы рядом, вы не ощущаете, вы ощущаете, но вы его не видите именно в реальном проявлении вот в жизни. Вы его не видите. То есть вы с ним не разговариваете на постоянные слова, не коммуницируете. Он где-то есть, но вот глазами вы его не видите. Это я вам чётко могу сказать. Но вы вместе на ментале. Вы находитесь в одной лодке. Чувства есть и у вас, и у него. И эти чувства огромные. Посмотрите, какая огромная рыба по сравнению с этими людьми. Вот такие у вас огромные чувства, которые даже больше вас вместе взяты. У вас очень большие чувства друг к другу. Очень. И рыбка это вот сом, как с уськами, она мудрая рыбка. То есть эти чувства приносят вам мудрость. И находясь вместе, вы плывёте. Вы где-то плывёте. Вы вместе плывёте. Вы понимаете? И ваши отношения на самом деле движутся. Даже если вода стоячая, если вам кажется, что сейчас вообще ничего не происходит, и вообще вы его не видите, не слышите, на самом деле это медленное, но движение, даже которое вы сейчас не видите, не ощущаете, оно у вас есть. И чувствами это движение ваше. Полно просто этих чувств. Сады цветут, небо голубое. На самом деле так должно быть. и вы проходите какой-то этап сейчас. Он кажется медленным, он кажется спокойным, ну как, вроде бы вообще ничего. На самом деле нет. И он движет вашими чувствами. Смотрим еще, что дальше после вас. Сегодня очень много карты говорят, что между вами, боже мой, да вы ясное солнце для него. Вы для мужчины то, что освещает вот всю его жизнь. То есть, глядя на вас, он не видит ничего другого. Посмотрите на это. Посмотрите на мужчину, это солнце, и он больше ничего не видит, кроме этого ясного солнца. То есть, все, что его в жизни есть, оно блекнет просто под вашими солнечными лучами. У вас есть определенная очень сильная связь с солнцем. Солнечными лучами, с солнечной энергией. Солнце для вас может быть как вашим талисманом. солнце является для вас очень важным и особенным в вашей жизни. Вы знаете, о чем я говорю. И мужчина видит вас как ясное солнце в своей жизни. Так, наставляем мужчину, наставляем вас, красотка огненная. И теперь давайте посмотрим его честное признание для вас. Карты Тароа не обманешь. Они четко показывают то, что человек чувствует. Не то, что он показывает внешне, не то, что он говорит, а то, что чувствует его душа, потому что они читают нас на энергетическом уровне, а этот уровень очень глубокий, чувственный и то, что ты можешь спрятать внешне, но внутри оно есть. И здесь это никак не скроешь. Давайте посмотрим. честное признание для вас. Что ты хочешь сказать, мужчина, вот что ты хочешь сказать девушке, которая смотрит это видео? Я уже не знаю, откуда это сказать. Что-то он, знаете, что-то он прям напрягся, что-то он аж задергался. Я ей говорю, что ты хочешь сказать, а он и так, и сяк, давай, давай, говори. Мы сейчас вернувся и узнаем. Давай, честное признание. Слушайте, прямо я серьезно говорю, его сейчас может вот на данный момент его может вот так вот аж подтрухивать. Он может куда-то идти с одним делом и может забыть, куда он шел. Вот сейчас вот такое может и он думает, так, что такое, что я собирался делать? Вот сейчас у него такое происходит. Четко могу сказать. Так, честное признание. Давай, давай, честное признание девушке, хватит там вы открываете ему новый мир. Через вас он очищается. Посмотрите, что творится. Какие страхи у него творятся. А вы ему это все убираете. То есть вы ему очищаете мир, вы ему как очищение. Вот это он говорит. это говорит его душа. Это не спрячешь и не скроешь. Карты видят все, и они говорят то, что есть на самом деле. Честное признание для вас. Он говорит, да ты просто мне мир другой открываешь, ты убираешь все эти страхи, которые у меня есть, вот с мыслями о вас, он просто погружается в другое состояние. Я вам серьезно говорю, вот солнце, то он видит в вас абсолютно иное и чистое, зеркальное, прозрачное. Это то, чего в обычной жизни у него нет. У него сейчас очень много страхов и криков. Вот много криков он каких-то слышит вокруг себя. Ужас, такие страшные ощущения, честно. Я не знаю, почему, но очень много криков слышит сейчас. только думая о вас, он как будто поочищается от этого всего. Как глубоко, очень глубоко сегодня говорит мужчина. Что он видит в вас? Он видит в вас отражение. Опять отражение, смотрите, здесь зеркало, здесь зеркало. Он видит отражение, он видит отражение вас. Вы можете быть один светленький, другой темненький. Вот может быть вы живете где-то, где у вас разное время, когда у вас день, у него ночь. Или может быть вообще разница во времени. Вот такое может быть. Смотрите, но вы на самом деле чувствуете друг друга, ощущаете друг друга, вы просто прикасаетесь на ментале друг к другу. друг к другу. И он это чувствует. Это говорит он, это что он хочет вам сказать в этом девчонке. Если вы чувствуете, что вы постоянно с ним связаны вместе, он тоже это чувствует, он тоже это знает, потому что это то, что он вам говорит, он говорит, я чувствую тебя, даже несмотря на то, что мы где-то, вы можете жить далеко, вы можете быть не рядом, не вместе, вы Вы можете вообще не видеться, но ментально он чувствует вас. А вы чувствуете его точно. Но он вам говорит, что я тоже тебя чувствую. Понимаете? И опять эти волосы с ветром. У вас что-то там с ветром происходит. Или у вас погода ветреная. Или вы волосы сушите феном. Но волосы разлетаются, точно уйдёт эта информация. Но вы для него такая светлая, радужная. А у него нехорошо что-то сейчас. Прямо так темно. И как-то какие-то у него колючки рядом просто какие-то растут. Но он вас чувствует. Он вами окрыляется. Он чувствует вас. Чувствует. Что ещё он говорит? Он говорит, что я вижу тебя во снах. Опять эти вспышки. Вспышки. Вы можете видеть вспышки, как фейерверки. Как будто бы звёзды в небе мигают. Вот в темноте вспышки можете видеть. Вот это он. Вот эти вспышки. Это его мысли. Мысли в сновидении. Он может даже спать. Или знаете, как не спать? А вот так вот расслабиться. Закрыть глаза. Это же состояние, когда ты не видишь ничего. В принципе, как полусон. И вот думать о вас. А вы можете в этот момент видеть какие-то вспышки у вас, как будто в глазах мигает. Вот можете такое вот даже говорить. Он видит вас во сне. Он рассказывает. Он ручку к вам тянет во сне. Он смотрит на вас. Вы для него такая большая. Вы для него больше, чем весь мир. Что он ещё хочет сказать? Честное признание для вас. Он закрывается. Он пытается закрыться от ваших отношений. Вот пытается. Серьёзно. Он даже может говорить. Господи. Зачем это мне? Вот ему тяжело. И у него уже двоякое ощущение. Он же не может понять. Он от этого получает удовольствие. Или от ощущений мыслей от вас. Или же наоборот. Ему же настолько плохо, что он уже не рад этому всему. Вот это он и говорит. Что я уже не чувствую, что это как Божье благословение. Я иногда чувствую это как наказание. Вот так говорит мужчина. Давайте ещё посмотрим. Хорошо. Честное признание. Покажи чувства свои. Ты так рассказываешь сегодня глубоко? Прямо я не знаю. Расскажи свои. Расскажи. Покажи свои чувства. Покажи, что ты чувствуешь. Девушки. Мужчина. Что ты чувствуешь к ней? Что ты чувствуешь? Что ты чувствуешь к ней? Он пробуждается с вами. Вот он спит и встаёт с мыслями о вас. Он видит вас с распущенными волосами. Возможно, танцующий. Возможно, он видел, как вы танцуете. Возможно, вы ему танцевали. Возможно, если не видел, то он представляет, как вы ему танцуете. Вот, как танцуете. Идёт такая информация про танцуете. Он видит в вас отражение себя. Опять же, опять же, это подтверждение. Вот, как и эта карта идёт, зеркало отражения. Здесь то же самое. Он видит, что вы разные. На самом деле, но вы безумно похожи. Безумно похожи своим внутренним миром. По луне это ощущение глубокое, это ощущение единства, ощущение, как семьи, вот, своё, родное. Вот ты чувствуешь, я чувствую, что ты такая, как я. То есть, в обычном мире, вот, как по этой карте он и показывал, он говорил, что он не такой, как все. Он другой, и он видит больше, он слышит больше. А здесь он показывает, ты такая же, как и я. Вы тоже можете ощущать, видеть, чувствовать и знать вещи, те, которые не открыты каждому человеку. И он знает, и он чувствует, что он такая, как вы, а вы такая, как он. У вас просто луна в волосах. Он видит... Вы можете общаться без слов. Вот, вы можете общаться на энергетическом уровне, и чётко он вам отвечает. Вы можете смотреть, вы знаете как? Вы смотрите на его глаза, на фотографии, а он смотрит на наше лицо. И так вы с друг другом разговариваете. Так у вас идёт ментальное общение. Вы в глаза ему смотрите, а он смотрит на ваше лицо. Вот так вы, и только это вот вы видите. Пусть даже это будет фотография в полный рост, но смотреть вы будете в глаза ему. А он на лицо. Если лицо далеко, он может даже приближать его, чтобы прямо одно лицо было на экране. И вот он смотрит на это лицо. Что он может сказать? Да он в клетке себя чувствует без вас. То есть, когда вас нету без вас, он себя чувствует просто закрытым в этом мире. Он чувствует, что он живёт в одном мире, а мир, который вокруг него, абсолютно другой. То есть, у него нету общения ни с кем такого, как с вами. Без вас он просто закрывается. И только с вами он может коммуницировать по воздуху. Вот в прямом смысле своего, по воздуху. Потому что я не вижу, чтобы вы тут были вместе, рядом, на постоянных встречах, чтобы вас там было... Вы видели, нет, у вас постоянно идёт зеркальное отражение. Через стекло он вас видит, вы его через стекло. Где-то через стекло компьютера, телефона, через стекло окна, через стекло двери. Вот через стекло я не вижу, чтобы вы рядышком были. Вы не видите, вы не видитесь друг другом. Вот вы не видитесь. Вы ментально вместе, но вы не видитесь. Вы уникальны для него. Вы как тот единорожек. Вы умеете и знаете И он знает Он чувствует И он это точно знает Что вы умеете делать Что-то Что дано не каждому Вы очень уникальны для него И вы очень особенны для него И вы не такая, как все для него Вы занимаетесь своим делом То, что вы делаете руками У вас есть четкое видение и знание Чем вы занимаетесь И вы четко понимаете, что вы делаете И вы делаете что-то очень уникальное Руками, девочки Делайте что-то уникальное руками Напишите мне, пожалуйста Чем вы занимаетесь уникальным руками Вы же знаете, о чем я говорю Напишите мне, будет очень интересно Узнать, чем вы занимаетесь Что вы делаете с такой уникальным руками Покажи еще чувства Покажи чувства Что, давайте посмотрим Побольше чувствую Да? Еще интересно Он такой глубокий сегодня Прям обалдеть Чувства Да господи Я тебе просто уже готова на коленях дать Всю свою любовь Ты для меня абсолютно другая Неземная Я себя чувствую просто каким-то Не знаю Темным пятном А ты вся яркая Вся красивая Вся неземная У тебя корона на голове Ему нравится Ваша грудная Вот клетка Вот этот вот район Очень Он вам Просто на коленях Преподносит Свои чувства Это говорит его душа Девчонки Здесь Никак Не скроешь Не спрячешь Это то, что есть На самом деле Он тянется к вам Он тянется к вам Смотрите Он протягивает руку к вам А вы к нему Вы знаете, как можете чувствовать? Вы можете чувствовать, что у вас Вроде бы не прикасаясь Потепление на ладошке Вот вы можете чувствовать Такие вот потепления Знаете, что вот это потепление Это его ручка Которая тянется к вам И вы чувствуете его руку Вот вы можете чувствовать его руки Вот вы можете чувствовать потепление У вас Вот не так прям кто-то прикасается А вот какое-то тепло пошло Вот это он Он к вам тянется И он прикасается к вам на ментальном уровне Так, это он Опять же, у вас есть определенные Какие-то знания И вы что-то делаете руками Опять карты мне это показывают У вас как ключ какой-то есть в руках Вы обладаете Знаниями, которые есть Не у каждого человека Это очень глубокие знания Это знания по солнцу и по луне То есть они ясные, четкие И они очень глубокие Они идут Это, знаете, глубокий внутренний мир Мироощущение, миро-видение У вас на голове Как просто шар Вы получаете информацию Вот вы получаете информацию Вот через эту часть Вот в этом месте Вы что-то можете даже чувствовать Что у вас в этом месте Какое-то чувствительное место Или вы погружаетесь Или вы ощущаете И вот именно с этого места Вот у вас идет Я прям чувствую это Я вам передаю то, что я чувствую Вы можете среди тьмы Видеть день Понимаете? Вот когда всем темно и не видно Для вас это Какая-то ситуация Или положение Когда все вообще В неведении находятся Вы четко и ясно видите Что происходит Вы четко знаете Что будет Вы четко знаете Вы четко видите Эту ситуацию Когда для других Она закрыта И это просто все Как темная ночь Цветы любите Прям любите-любите Цветочки И У вас есть ключи К знаниям Девчонки И он это знает Смотрите Это же он говорит Это же он говорит О вас Потому что вы с ним Особенные Потому что вы с ним Не такие Вот почему он это видит Почему это он знает Почему это он чувствует Потому что вы с ним Очень много раз Карты показывают Что вы с ним Отражение друг друга Вы с ним похожи Вы с ним Он видит вас парой Он видит вас вместе Он видит Что вы можете Друг с другом Разговаривать Просто бессловно На каком-то Природно-эмоциональном уровне Бессловно Вы просто понимаете И чувствуете друг друга Вот так вот он чувствует И вот так вот он видит Желтый цвет Желтый цвет Можете любить Цветы Желтый цвет Зелень любите Когда весна Вот Любите дышать зеленью Я прям чувствую Вот вдох Вот этой вот молодой Листвы Зеленой Вы полюбите Или дома у вас цветы Или вы Живете в том месте Где у вас много зелени Либо же вы Любите вот время года Когда много зелени Я прям чувствую Как вы вдыхаете И этот Аромат зелени Зелени Очень много Ну давайте Напоследок Что я должна Передать девушке Что я должна Передать Вот скажи Что я должна Передать Мужчина Ой разволновался Ой 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 Ну давай Давай Тремя картами Давай Что я должна Передать девушке Давай Тремя Раз Два Три Угу Для сигнификации Так Ух как Для него Вот опять же Он говорит Ты для меня Особенная Ты другая Ты не такая Как все С тобой Мне ясно В самый темный день С тобой Я чувствую себя Хорошо И светло Даже если на улице Сверкают молнии И дрожит Все небо Просто Так Что ты хочешь Передать Смотрите Опять же Он говорит Нам же выпадало Это на ваши отношения И он это говорит Что мы с тобой вместе У нас есть чувства У нас очень большие чувства И это состояние Когда сейчас кажется Что ничего не происходит И вода стоит На самом деле Мы с тобой движемся Мы с тобой вместе Я с тобой И я Он двигает Вашими чувствами Вот как Вот не крути Вот он с вами И он знает Что чувства Продвигаются А вы Ваши отношения Продвигаются То есть Вы как пара Вы вместе Хотя вы этого Не видите Вы его Не видите Вы можете Его ощущать Вот спиной Просто его можете Чувствовать Вот вроде бы За вами кто-то стоит Вот Вот это он Вот это он с вами Он с вами всегда Он с вами всегда рядом А вам кажется Что вы вообще Движетесь Своей жизнью И Вы его не видите Хотя Оба полны чувств Так Что он еще хочет сказать Он хочет сказать Черный ворон Он хочет сказать Что Смотрите Или вы по картам Смотрите Но он говорит Что я тоже Не такой простой Как ты думаешь Он тоже что-то делает Девчонки Он тоже что-то умеет И причем При свечах В него Уж просто Дым летит Когда он Что-то делает Что-то Девчонки С огнем связано Слушайте С кубиками С какими-то Ой Что-то он делает Четко Причем Сидит В каком-то Темном помещении При свете Огня И он тоже Что-то делает То есть Если вы Или сами Делаете расклады И вы смотрите Расклады То он тоже Не такой уж и Простой Я вам скажу Я вам говорю Вы какие-то Особенные И он чувствует Вас То что вы И он Но он тоже Что-то делает И птица Там у него Есть какой-то Черный ворон Где-то Или сидит Или эта птица Она у вас Проявляется В жизни Если вы видите Птицу Черный ворон Или пролетает Или сидит Вот знаете Что Это все От него идет Это все Он Это его Проявление В вашей жизни Он точно Что-то делает У него Аж дым летит И огонь Знаете Как Аж трещит Разлетается Когда он Делает Зажигает Свечу Но у него Что-то Побольше Чем свеча У него Какая-то Или огромная Свеча Или просто Факел Там просто Какой-то И у него Аж Искры летят Он точно Что-то делает Обалдеть Ага И он делает И он знает Он при чем Прячется от других Потому что Он знает Что если другие Узнают Они на него Не поймут Чуть ли не ругаться Будут Он это делает И не показывает Никому Потому что Он знает Что если он Покажет То есть Свою силу Он понимает У него Кстати Очень большая Сила Но Он знает Что Если он Покажет Его Чего-то Не начнут Книга Библии Трусить Руками Говорят Что Что ты делаешь Ну серьезно Говорю Люди не поймут Его Не поймут Они просто Как те псы На него Будут Гавкать И кричать Понимаете Посмотрим Что он делает А что ты делаешь А для чего Ты Вот давайте Спросим Я уже думала Заканчивать Расклад Ну как тут Можно заканчивать А что ты делаешь А что ты делаешь Для чего Ты это делаешь Вот Что что ты делаешь Для чего Ты это делаешь Вот что ты хочешь Этим А что он делает А он создает Этим Проецирует Свою жизнь Он ее Просто По кирпичкам Складывает Он у вас Слушайте Девчонки Такое Прямо То что он делает Он делает Для того Чтобы его жизнь Сложилась Так как он хочет Он просто По кирпичику Просто по песчиночке Ее складывает И именно Складывает Так Как он ее хочет Потому что Он считает Что он может Сделать И он уверен В этом И он знает Что у него Есть поддержка То есть Он чувствует Эту силу Свою И он знает Что эта сила У них чуть ли не планеты Может воротить Обалдеть Он знает Что своим намерениями Он может добиться Всего Чего он хочет И он может Создать Тот город И ту жизнь Вашу Причем вместе Я вижу парочку Здесь Первый раз За все время Среди этих карт Я веду парочку Он хочет быть с вами Он хочет быть вместе И причем Знаете как Даже Где-то в церкви Венчаться То есть Как это Будет официально Причем Через Вот Церковь Через Венчание Через Вот То есть Не просто Вот жить вместе Нет Он прям Хочет повенчаться Через церковь С вами Быть вместе Чтобы Вот кресты Были Вот именно Вот В церкви Венчание Даже Вот Не Вот Загц Чтобы На бумажке Ну понятно Что Он хочет Помимо Того Чтобы С вами Быть вместе Он еще Хочет Чтобы Ваши Отношения Были На небесах Заключены Ваш брак Вы знаете Что Я Увидела Здесь Отражение Лица Вы можете Видеть Его Отражение Посмотрите Каждый Каждый Слышит И поймет Свою Потому что Это общий Расклад И каждый Каждый Из вас Четко Знает Когда Чувствует Потому что Такие вещи Невозможно Не скрыть Не сдержать И он Точно Что-то На вас Сделает Девчонки Ну вот Я прям Уверена Поэтому Вы такие Особенные Вы обладаете Знаниями А он Тоже Не такой Уж Простой Поверьте Мне Я благодарна Вам За то Что Вы Посмотрели Это Видео Пожалуйста Ставьте Лайки Пишите Мне Комментарии Мне Очень Интересно Знать Что Вам Откликнулось Что Прозвучало Действительно Ваше Что Вы Услышали Что Вы Поняли И Я Благодарна Вселенной За то Что Она Дает Мне Информацию Которую Я могу Передать Вам И Вы Можете Найти Ответы На Свои Вопросы Поэтому Пожалуйста Подписывайтесь На мой Инстаграм Телеграм Там Есть Больше Видео Больше Раскладов Я Буду Рада Вам Помогать Находить Ответы На Ваши Вопросы Благодарю Вас Все Будет Хорошо Продолжение следует